Новый день на канале СТВ начинают корреспонденты службы новостей. В студии Екатерина Литвинова. Здравствуйте. Межрегиональный диалог должен стать двигателем белорусско-китайского сотрудничества. О перспективах отношений между двумя государствами говорили накануне на встрече президента с представителями китайских центральных и региональных СМИ. Она стала ключевым событием в рамках масштабного пресс-тура по Беларуси репортеров из КНР. Материалы о нашей стране для газеты и телеэфиров готовят мои коллеги из 10 провинций Китая. У Александра Лукашенко журналисты спросили о будущем белорусско-китайских отношений, роли Китая на международной арене. Говорили и о значении личной дружбы лидеров двух стран в развитии диалога. Сегодня Беларусь и Китай – партнеры стратегические. Наша страна одной из первых поддержала продвижение инициативы «Один пояс, один путь». А строящийся под Минском индустриальный парк «Великий камень» называют «жемчужиной шелкового пути», что подчеркивает особое значение этого проекта. Инвестиции только тогда будут полезны и будут востребованы и будут окупаемы, если в государстве будет стабильность и безопасность. Китай увидел в нашей стране стабильную, безопасную страну, находящуюся в центре Европы и начал строить нами отношения без предварительных условий. Это во-первых. Во-вторых, этот шелковый путь проляжет через страны Восточной Европы в Европу и через Пакистан туда, в зону Арабского Персидского залива. Китай инвестирует огромные средства в экономику этих государств. Я уже вам говорил, что это валютная выручка в 50 миллиардов долларов, если мы создадим, как мыслилось, этот индустриальный парк. Это огромное подспорье для нашей страны. Это почти удвоение валового внутреннего продукта Беларуси. То есть большая выгода для этих государств. Ну и очень важно, что выстраивая эти отношения, Китай нас везде поддерживает. Напомню, пресс-тур китайских журналистов проходит накануне саммита «Один пояс, один путь», участие в котором примет и Беларусь. Уже в середине мая форум откроется в Пекине. Ну а пока гости из Поднебесной продолжают знакомиться с нашей страной. Сегодня в программе посещение замкового комплекса «Мир» историко-культурного музея-заповедника «Дни свежей» и агрокомбината «Снов». На площади государственного флага Беларуси сегодня будет дан официальный старт третьему трудовому семестру. В Минске соберутся более 800 представителей студотрядовского движения из всех регионов страны. За плечами каждого из них приличный опыт работы на молодежных стройках. Вот и сегодня бойцам Трудового фронта в торжественной обстановке вручат так называемые путевки для работы. К слову, к работе молодые люди приступят после окончания летней сессии. Белорусская армия и имидж службы. В портретах обыкновенных солдат. В Брестской крепости открылась фотовыставка «Армия меняет». В новом для нашей страны проекте приняли участие 15 солдат-срочников одного из специальных подразделений. На протяжении полутора лет они не только справлялись со своими прямыми обязанностями, но и выступали в качестве фотомоделей. Первые снимки были сделаны в стенах военкомата. Последние уже после демобилизации. Эта выставка превратила солдата, который пришел только в военкомат. Какие у него глаза непонятные. Может быть растерянные. Может быть он еще не понимает, что делает, куда идет и так далее. И когда он уже практически увольняется в запас. Как он поменялся внутренне, как он поменялся физически. Это читается все по глазам. Как признаются авторы проекта, он изменил как самих десантников, так и тех, кто над этой серией трудился. Стена Брестской крепости. Выставку можно будет увидеть на протяжении месяца. Уникальную коллекцию гравюр Рембрандта сегодня торжественно откроют в Национальном художественном музее. Это первая большая выставка в Минске. Она состоит из 69 оригинальных афортов, принадлежащих частному владельцу. Они приносили Рембрандту неплохой доход. При этом художник следил за качеством оттиска и выпускал ограниченное число отпечатков. Гравюр — это очень трудоемкий процесс, требующий большого умения и навыков. И Рембрандт ими владел вполне. Кроме этого, Рембрандт мог без каких-либо подготовительных рисунков наносить необходимые штрихи на гравировальную пластину сразу. Некоторые афорты полностью или частично повторяют картины Рембрандта. Иногда мастер создавал гравюры в течение многих лет. Например, работой «Христос, исцеляющий больных» художник занимался 7 лет. Фрагмент этого листа есть в экспозиции. Размеры афортов тоже были разными. Например, голова кричащего мужчины в меховой шапке всего 36 на 29 миллиметров, а афорт «Христос перед Пилатом» почти полметра. На этом у меня пока все. Репортажи и эфирные видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Следите за новостями на сайте ctv.by и присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. До встречи в половине восьмого утра.